Привет, друзья! Вот такие COVID-19 тесты можно заказать бесплатно в Америке. Их присылают тебе домой. Сколько хочешь, столько заказывай. Это Rapid Test, который не очень надежный, в отличие от PCR теста. Лесли у нас заболела, и она сделала тест. Сегодня выяснилось, что у нее COVID, хотя она говорит, что это проходит как ее обычная простуда. Мы не имеем никаких симптомов. Я, в частности, батя немножко тоже чихает и запливит. А я вот сейчас сделаю себе COVID-19 тест. Он тоже сделает. Посмотрим, что будет. В общем, у меня результат отрицательный. Я не заболела. И не чувствую никаких симптомов. У Лесли болезнь проходит как обычная простуда. А у Бати просто была аллергия тоже. И не видно никакого COVID. А сейчас буду лепить для вас видео из всяких разных отрывочков нашей жизни. Или чего-то такого интересного, что хочу вам рассказать. Друзья, я вот хочу сегодня вам немножко рассказать про вот эту продукцию Human's Own Organics. Я вот покупаю чаи обычно этой фирмы, потому что они Organic и Approved USDA Organic. Это департаментом Agriculture, Министерством сельского хозяйства США. Когда такой знак стоит, это значит проверено, что это стопроцентная органика. Натуральные продукты без каких-то химикалиев. Вот. И сегодня я тут, значит, зеленый чай, тут черный. А сегодня я нарвалась в магазине на вот этот вот Dry Depricots. То есть это наши вот эти сухофрукты, абрикосы. Ну, что-то, потому что калия не хватает, честно говоря. Мне часто судороги мучают. Вот. А из Кыргызстана я что-то в этот раз не привезла почему-то. Вообще не хотела продукты везти. Вот. Хотела попробовать. Вот посмотрите, они какие. Черненькие. Черненькие такие, непривлекательные. Ну, органические, натуральные абрикосы. А я их попробовала. Тоже не очень. Мне, честно говоря, нравятся. Слишком мягкие. Ну, короче говоря, я вам что хочу сказать, что вот не хватает в Америке вот этих продуктов. Именно сухих абрикосов. Наших вот этих прекрасных, оранжевых, киргизских абрикосов. Поэтому, если кто-то хочет заняться вот этим бизнесом, просто упаковывать их в такие мощные упаковки. Я, значит, вот смотрите. Вот это 170 грамм здесь, да? А я купила это за 6. Вот 6.49. New Dry Depricots. 6 долларов 49 центов. Ну, вот считайте. 170 грамм. Я думаю, что очень выгодно, если кто-то наладит такой бизнес. Еще я хотела рассказать про вот эту компанию Newman's Own. Вы помните все актера Пола Ньюмана? Ну, наше поколение помнит. Он, конечно, здесь на себя не похож, потому что мы его помним молодым, красивым. Но это он создал эту компанию, это его компания. Он, правда, умер в 2008 году, но компания продолжает его дело. Самое главное, что у него 100% профитов идет на благотворительность. 100% profits go to charity. Видите? С 1982 года. Он такой был замечательный человек. Всю-всю-всю прибыль он от всей своей продукции всегда, вот как не встретишь, это Newman's Own. Она вся идет 100% прям. Профит идет на благотворительность. Вот такие дела, друзья. Я вам покажу фотку Пола Ньюмана, кто не помнит его. Я, честно говоря, единственное не помню, в каких конкретных фильмах, которые у нас были популярны, он снимался. Ну, забыла я уже. Вообще, надо посмотреть эту информацию. Жена у него тоже актриса. Тоже я найду фотки, покажу вам. Ну, вот молодой и красивый Пол Ньюман и его жена Джоанн Вудвард, тоже хорошая актриса. Я посмотрела фильм с их участием. И вот этот фильм с Элизабет Тейлор оставлю вам в описании видео. О названии этих фильмов и о ссылке, если получится. А я не пожалела, что посмотрела, мне очень понравилось. Пытаются здесь все захапать? Пусть забирают. Если хочешь, можешь разбираться за кусок пирога. Я в этом не участвую. Я знаю, ты на меня слишься, но сейчас ты несправедлив. Я сейчас думаю не о семейном состоянии. Люди часто спрашивают, правда ли, что в Америке нет кефира. А вот показываю, кефир в Америке есть. Он стоит 2,88. Разных видов. Очень вкусный. Видите, две маленькие бензоколонки прикольные? Белые и желтые, шеловские. Вот они. Подъезжаешь и заправляешь машину в маленьком магазинчике сельском. В дачном поселке в Сосновом лесу. Это тот магазинчик, который я вам обещала показать. Видео номер 9, если помните. Про трейлер. Он же монашеская келья. А вот это их магазинчик. В котором есть буквально все, что нужно для жизни. И даже то, чего не нужно для жизни. Например, вот эта коллекция денег у них висит. С разных стран мира. Даже 25 рублей Советского Союза. Когда-то 25 рублей были такими очень даже неплохими деньгами. Много чего можно было купить на них. Можно было папировать. У нас стипендия была 40 рублей. Потом я получала 50 повышенную. Но это половина стипендий. Получается, на полмесяца должно было хватать. Да. Вот, конечно, инструменты здесь. Потому что на даче людям может понадобиться что-то, что они забыли дома. Всегда местные вина есть. В малюсеньких даже магазинчиках в ассортименте. А вот это искусственные мухи. Вы знаете, они насаживаются на рыболовный крючок. И тут куча разных таких мух. Я не понимаю, зачем они разные нужны. Что от этого зависит что-то. Я не знаю. Называется это fly fishing. Fly fishing не знаю, как по-русски. Когда вот на длинной-длинной удочке закидывают эту удочку. Вот так накручивают на такого колесика. И стоят по колено в резиновых сапогах в воде. Прямо в середине реки. Вот видите, на вот эти штуки накручивают леску. Я вообще не разбираюсь, конечно, в этом. Но это называется fly fishing. И здесь они именно в этой Metolius River они только fly fishing делают. Вот, как видите, и одежда всякого рода у них поместилась. И теплая, и кепки всякие. Все, что угодно. Футболки, кепки, белье. Все, что человеку может понадобиться. Даже детские удочки здесь есть. И детские игрушки тоже есть. А территория магазинчика очень маленькая. Как-то все вмещают, в общем. Это вот, смотрите, эти трауты, то есть форель по-нашему. Они вот именно здесь форель и лосось ловят методом fly fishing. Разное мороженое, конечно, всегда. Открытки вот приняты с видами местными. Принято у американцев, когда они куда-то приезжают. Смотрите, fly fishing написано. Видите, only. Это я специально сняла для вас. Митолиус Рива. Вот. Название реки Митолиус. Вот она. Здесь она, правда, узенькая. Она во многих местах гораздо более широкая. И там стоят вот эти рыбаки обычно. Но я не оказалась в таком месте. У меня телефон не всегда. Батарейка очень быстро заканчивается. И я иногда, бывает, не снимаю там, где стоило бы снять. Ну вот кемпинги, да, люди вот кемпингуют. Они, то есть, прям живут несколько дней здесь. Видите, fly fishing only. И вот здесь мой сын впервые сел за руль машины. Ну, не впервые, а второй раз. Мы его сейчас учим водить. Ему 15 лет. Он получил permit. Это такие временные права, когда ты можешь водить только, если родители рядом сидят. Это он получил, когда он сдал свой тест компьютерный на знание правил вождения. Вот. А сейчас реально учится водить. Это у Леслина машина. Она с ним, а я тут осталась любоваться красотой и снимать для вас. Вот она я. Тут нашла красивые всякие пенечки. Не пенечки, а бревна. Как вот их назвать? Вот эти деревья, которые свалены, огромные. Они, их и бревнами не назовешь. Вот видите, пень, как это, в сказках о русских народных. Ну, не только русских. Вот видите, какое огромное дерево. Оно такое же, так живописно лежит, что мне захотелось прям его снимать и снимать. Вот эта старая дача, она принадлежала не родителям, а бабушке и дедушке Лесли. И у них очень много внуков, которые сейчас... Это, кстати, типичное американское угощение. Сыры и крекеры. Ну, когда просто вот забежишь. Очень вкусно с пивом. Это верховье реки Митолиус Ривер. Вот мы напоследок сюда заехали. Здесь обычно очень красиво. Мы здесь обычно кормим этих чипманков. Как чипманк? Бурундучки? Не знаю, как чипманк перевести. Такой, на белочек похожий. Вот мы уже уезжали. Вот здесь авария. Я сняла вам. Ну, думаю, интересно просто. И вот уже, видите, пожарная машина уже мчится спасать. И, кстати, вот сгоревшая пожарная машина. Это вот когда два года назад сильные пожары были, видимо, с тех пор стоит. Ну, хотела сказать вам, что ягоды бывают очень-очень вкусные в Америке. Просто надо тоже уметь покупать. Вот так, друзья. А что еще вам рассказать? А знаете, что я вам расскажу? Короче, я вот сегодня только забрала машину с ремонта. И что у меня произошло? Еду я, еду. И у меня прям посередине пути начинают вдруг все вот эти индикаторы загораться. Пока я буду рассказывать просто картинки красивые. Смотрите, которые я поснимала в Нейбархуде. В общем, я еле доехала до парковки, остановилась там. И потом машина уже не завелась. В общем, пришлось ее оставить там. А Лесли приехала, меня забрала. А это было воскресенье. Мы никуда не могли в сервис поехать или пригласить сервис. Короче, на следующий день я поехала к знакомым механикам. Ну, как к знакомым. Просто там, где обычно масло меняю. Они мне посоветовали, значит, что если машина заведется. Она действительно заводилась немножко. И вот такая немножко так вот про паркингу я могла проехать. Потом она опять начинала дурковать, зажигаться. И, в общем, надо было ее останавливать. И, в общем, они меня нашли там рядом поблизости сервис. Вот от той парковки, где моя машина. И говорят, если сможешь туда доползти, да? Доехать. А они тебе там починят. И вот, короче, я так и сделала, чтобы не платить за вот этот тоуинг. Когда вот этот, ну, когда ее грузят и привозят на сервис. Я поехала, включила ее и поехала на свой страх и риск. Там буквально надо было проехать. Вот, ну, не знаю, сколько, полкилометра, да? Вот. Ну, очень такая магистраль была оживленная. С этими, со всякими там перекрестками бурными, да? Ну, в общем, я доехала. И, вы знаете, просто чудо. Я доехала прямо, вот въехала в их парковку. И она у меня, ба-бах, все. Все, ключ прям этот, заглох прям внутри. Ну, ключ прям в таком положении, промежуточном, заглох там в машине. Ну, потом механики вышли, проверили. Говорят, это альтернейтор. Что такое альтернейтор? Напишите в комментах по-русски. Вот, кстати, я внутри снимала. Это Firestone сеть. Называется Firestone по фамилии основателя. Вот, я, кстати, сняла. Вот здесь его высказывание на стене висит. I believe fundamental honesty is the keystone of business. Что значит? Я верю, что фундаментальная честность – это ключевой камень бизнеса. А это мне как будто Бог давал ответ на вопрос. Дело в том, что механик вышел и сказал, это будет стоить столько-то, столько-то, столько-то. Это 700 с лишним, почти 800 долларов. Я думаю, ничего себе. Он мне говорит, ну, это одна из дорогих деталей. Все дело в том, что деталь очень дорогая. Вот это альтернейтор. Получается, дороже, чем сам аккумулятор. Хотя альтернейтор – это какая-то деталь, которая заставляет аккумулятор работать. Я, конечно, понимаю, что они не должны обманывать эти американские сетевые сервисы. Но вот в такие моменты я все время вспоминаю, как меня сильно обманывали механики русскоязычные на Брайтон-Бич в Бруклине. Все время отдавала бешеные деньги, а машина все продолжала барахлить. И никогда не проверишь, заменили они эту дорогостоящую деталь или нет. Вот, а тут вот эта цитата на стене как будто давала мне ответ. Дорогая моя, у нас фундаментальная честность – это ключевой камень нашего бизнеса. Вот такие дела, друзья. Сейчас я вам покажу квитанцию. Сейчас я вам покажу квитанцию. Понимаю, что вы верите. Мне тебе это просто интересно же, да? Вот Букашева Берметт, in person, 764 доллара. Parts – 582. То есть сама деталь стоит 582 доллара. А работа – 169 долларов. А какие-то shop supplies – 11 долларов. This is life, друзья. Это жизнь. В Америке все дорого. Что касается сервиса и деталей машины. Но не будем жаловаться. Следующее видео будет веселым. С международного фестиваля. Следите за каналом. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok